Всем привет! Мороз и солнце, день чудесный! Ещё ты дремлешь, друг прелестный, когда в школе номер два, прямо посреди улицы, устроили праздник. И он называется... День снега. Точно. В преддверии 23 февраля он посвящён военным мужским темам. Участвовали ученики 5-11 классов. Юноши проходили испытания, а девушки лепили снеговика и готовили еду на полевой кухне. Мой класс, а именно женская его половина, приготовили гречневую кашу с тушёнкой и бутербродой с колбасой. Чай мы наливали из термоса, ели и пили из одноразовой посуды прямо на снегу. Про снеговиков можно снять целый фильм. Настолько они были оригинальны. С бородой, со штангой, просто звезда. Способы лепки и украшения тоже самые разные. Кто-то решил принарядить снежное изваяние в ремень и фуражку, а кто-то в шляпу и шарф. А кто-то набрал супучего снега в белый полиэтиленовый пакет и собрал пирамиду. И назвали Серёгой. Однако ярче всего, на мой взгляд, время провели юноши. Сгребание снега в кучах, стрельба из пневматической винтовки, бег с препятствиями и испытаниями, в которые нужно было ползти в языка и бесшумно, как настоящие разведчики. Последнее, по-моему, было самым сложным. Надеть плащ от костюма химзащиты и проползти под пятью барьерами. Не так-то просто. А ведь ещё на время и со штрафами. Семнадцать – это сколько раз проползли, четыре – это штрафы. Самая лучшая команда в этом конкурсе – это девятый В. У одиннадцатого класса из пятнадцати проползаний, так скажем, тринадцать штрафов. То есть у них всего два очка получается. Ребята молодцы, интересно, задорно, весело. Вторым заданием был бег с препятствиями. Препятствиями служили шины и лыжные палки. Мальчишки были непобедимы. Самое трудное задание – стрельба из винтовки. Стреляли все мальчишки с пятого по одиннадцатый класс. Пятиклассники стреляли впервые, и попасть в цель удалось только одному – один раз. У остальных мальчишек хорошие результаты. Походно-хозяйственная деятельность выпала на долю старшеклассников. Они из снега делали огромную кучу, готовили территорию для пятиклассников. Победил девятый В класс. Были все молодцы. Одиннадцатый класс хочу отметить, потому что они очень активно и с большим количеством лопат все это сделали. Но девятый В своим умением и нарушу стратой, и молодцы, они действительно заняли первое место заслуженно. У них самая большая и по объему снега куча, и по высоте. Потом из этого снега девчонки лепили снеговиков. Больше всех хочется отметить девятый В. Там мальчиков было всего четыре человека, но снег убирали, и испытания с барьерами они проходили. Кстати, лучше других, потому что помогали девчонки, тоже проползали под барьерами. Пусть не так быстро, как представители сильного пола, но ползли же. К слову сказать, они заняли первое место среди старшеклассников. Праздник получился очень интересный. Думаю, каждый почувствовал себя частью чего-то большого, родного, именуемого командой. Вот как должен выглядеть истинный командный дух. Фух, устала. День снега завершился. Мальчишки с достоинством прошли испытания. Девчонки приготовили вкусную еду. По-моему, праздник удался. С Днем Защитника Отечества. Елена Ленивцева, Катя Рожкова, Ксения Романихина, Кристина Андрейченко, Творческое объединение «ШКАДР».